7-й, Андрей Тихонов 8-й, Андрей Пятинский 9-й номер, Николай Писарев 10-й и Валерий Кеченов 11-й. Очень интересный игрок, вот этот Сэмми Куфор, ему 18 лет. Вот в предыдущем матче с командой Штутгарт он вышел в основном составе, он из Ганы, темнокожий атлет. Два года назад он играл за сборную Ганы, за сборную 16-летних и стал чемпионом мира. Четыре года здесь он уже в Баварии играет за любительские клубы, вот теперь он уже играет в основном составе, он заменяет Маркуса Бабеля. Бавария пошла вперед. Циге, третий номер, перед чемпионатом мира он был приглашен в сборную команду, хорошо играл и был готов поехать в сборную в Америку, но получил травму и не остался дома. И вот сейчас постепенно набирает форму третий номер Кристиан Цыке. Итак, игра началась спокойно, вы уже разобрались в белой форме Спартак, в красно-синей форме Бавария. Бавария очень боится результата после первого тайма в матчах чемпионата Бундеслиги, в четырех домашних матчах Бавария проигрывала первые таймы и потом сводила матч в ничью. И вот в предыдущем матче со Штутгартом был счет 0-2, а потом вот пошел вперед, стал активно играть в полузащите Матеус и удалось сравнять. Вот Матеус с мячом 117 матчей за сборную в Германии провел. Пока Спартак играет осторожно, больше идут вперед и левым флангом атакуют футболисты Баварии. Ничего особенного не было, такого серьезного. Кристиан Ерлингер упал, но Никифоров играл, нарушил правила, но чисто игровой момент, такой особой грубости не было, вы видите. Штрафной удар. Циги выполняет штрафной. Такая маленькая стенка у нас из двух футболистов. Циги отправляет, значит, направо. Шупу тут бьет. Один из четырех Дмитриев, Тяпушкин, ловит мяч. Это вот Джованни Тропотони, главный тренер. Ну, вы хорошо его знаете, ну и Олега Романцева хорошо знаете, главный тренер Спартака. Спартак в центре поля с мячом. Не торопясь разыгрывает мяч, чтобы потеряли в очень простой ситуации. И опять левым флангом атакует Бавария. Длинная, очень опасная передача. В обороне у нас такой небольшой провал в центре обороны. Два центральных в защите, как-то не разобрались. Рахимов и Никифоров. И мяч через них перескочил направо. Марсель Виточек, одиннадцатый номер. И очень интересный игрок, двадцатилетний, выступающий под девятый номер. Александр Циклер. Предыдущим матчем забил гол. На него надеются. Высок ростом, хорошо выбирает позицию. Удар хороший. Полтора года назад он был куплен. В Дрездене. Динамо вообще воспитанник ГДРовского футбола. В нюрнских командах. Динамо Дрезден он готовил. Итак, угловой удар у ворот Баварии. Посмотрим, что Спартак там покажет. Опасно. Мяч до ног. Удар. Мяч с ворота летит. И попадает. Гол. Гол. Тихонов Андрей. Безусловно, ошибся Оливер Кан. У Тихонова удар-то не получился. Он ударился мяч в землю и перепрыгнул через вратаря. Ну, давайте смотрим угловой удар. Что там происходило в штрафной площадке. Борьба. Вот смотрите, он выбил мяч Кан. И, как говорится, домой не успел вернуться. Упал он неожиданно. Ни с кем он и Спартакусов не сталкивался, если столкнулся только со своим игроком. Еще раз смотрим этот угловой удар. Все было чисто. Все было в пределах правил. Ну, смотрите, он же упал, сталкивается со своим игроком. Какие могут быть претензии? 1-0 Спартак выигрывает. Никифоров. К сожалению, дела в обороне у Спартака обстоят не лучше. Защита не самая сильная линия. Поэтому надеяться надо на атаку. Забивать как можно больше мячей хотелось бы, чтобы Спартак это делал. Штрафный удар. Четвертая минута. Диконов забил свой второй мяч в Лиге Чемпионов. Один мяч ворота Киевлянов забил. Ананка. Спартак пошел вперед. Дальный удар выше ворот. Рахимов пошел вперед, немножко подсел под мяч. А Ананка сразу отошел назад, задал его место. Рахимов находится рядом с Циклером. Цикле. Виточек. Цикле. Вот эти первые пять минут. Бавария нам показала, что атаковать нас собирается в основном в левом планке. Ну, пока. Сейчас, может быть, справа получится. Первое. Перевод мяча направо. Вот этот самый Сэмми Коупор, который заменил Маркуса Бабеля. У Баварии в основном три защитника. Это Кройцер, Матеус и Коупор. Жоржини играет, как правило, впереди правого защитника. Играет на месте правого полузащитника. Двух стилей нашего Кончельска. Хотя Кончельска из последних матчей в Манчестере играет чистого нападающего. Анодка. Три минуты сыграны. 1-0 Спартак выигрывает. И мне в Спартаке очень нравится, не знаю, как вам, очень молодой 20-летний Валерий Кетчина. Посмотрим, как он сегодня будет играть. Матч трудный. Но Кетчинов уже играл в предыдущем матче с Баварией. Коупор. Четвертый номер. Кройцер. Холестов ведет борьбу с Нерлингером. Седьмой номер. Шуль. Нерлингера паста делает прострепленную передачу через всю вторую площадку Ананка. Головы переводят мяч через себя подальше. Подальше. Ну а дальше оказалась там уже беговая дорожка. Циклер. И Циклеру 20 лет. Кетчинов и Циклер. Игра продолжается. С мяч у Спартака остался. Все правильно. Неплохо. Немножко. Немножко промедлил сейчас Николай Питарев. Тут я видел перед игрой Сергея Кирякова. Он приехал вчера. Клуб его клубкал в Сруе. Выиграл кубковый матч у команды Штутгар. Кикерс 2-0. Сергей хорошо играл. Валерий Шмаров здесь, который тоже в прошлом играл в Карл Сруе. Теперь его свободен. Он там не отпускает его. Хотят подороже продать. А Шмаров рвется в Спартак. Хочется вернуться в Спартак. Страва и удар. Пока все твутву, как говорится, не изгладит. Спартак играет очень даже свободно и без особого напряжения. Рахимов. Хлестов. Пас в стартовую площадку. Кетченов. Можно ударить. Пас назад. Хлестову. Хлестову можно ударить. Хлестов пошел дальше и не успел отдать мяч направо. А вот выгодная ситуация. Спартак атакует удар. Кан отбивает еще одна возможность. Жаль. Жаль. Тихонов был там, Оленичев. Спартак имел хорошую возможность, чтобы еще раз огорчить Олию Ракану. Ну, давайте посмотрим эту атаку. Вот, смотрите, отбил мяч Кан, а вот забить здесь. Забить здесь не удалось. Ни Тихонову, ни Оленичеву, который стоял. Спартак опять идет вперед. Оленичев. Кикнов. Ананка. Никифоров. Хлестов Писарев. Обыграет легко, обыгрывает Цыгя. Писарев прострельная передача. Рахимов. Ананка. Надо достать мяч у самого угла. Поле достает Ананка. Мяч делает передачу. Стартуевая площадка. Коуфор выбивает. Но Спартак подхватывает мяч. Писарев не успел с мячом. А хорошо Писарев здесь обыграл. Ну, минуту назад Кристиан Ациги. Протыгнул его между ног. Мяч и прострельная передача была опасной. 1-0. 10 минут позади. Спартак выигрывает. Итак, второй номер игрок в сборной Бразилии. Жоржиния. Играет больше в линии полузащиты. Толщок рукой. Ну, вот здесь. Узболит Коуфор из Ганы. Ну, и еще один иностранец, легионер. Вот Сергея Кирякова нам и показали. А справа вот ухо. Это Николай Петрович Старышко сидит. А слева там Георгий Ярцев. Ну, тренеры Спартака Георгий. Ярцев, Федор Черенков, Тридернов. Аут. И еще хочу пару слов сказать о наших легионерах. В предыдущем туре прекрасно сыграл Володя Песчатых. Ну, вот Верти Фокс. Его команда Вердер Бремен обыграла клуб Айнтрахт. Спартака со счетом 2-0. И оба мяча забил Владимир Бесчастных. После этого тура он попал в сборную Тура вместе с Матеусом. Матеус прекрасно был сыграл. И вот Владимир Бесчастных забил два мяча. Теперь он в Бундеслиге забил пять мячей. Два на кубок забил. А два снайпера в Матеусе забили по восемь мячей. Поварий идет вперед. Нерлингер. Сигер. Приходится отходить назад. Приходится искать капитана. Матеусу. Матеуса великолепный длинный пас. Вот смотрите. И как точно сыграл Нерлингер. Виточек. Удар выше. В сторону оворот. Вызывает разочарование на трибунах. Сколько же зрителей на трибунах? Ну сегодня стадион не переполнен. Но 1035. Вот особенно много зрителей там справа под табло. За воротами Оливера Кана. Там можно стоять. Там стоячие места. И там витком набитые все сектора. Олег Иванович Романцев. Светлана Черенков. И доктор, и администратор. Все нервничают, переживают. Бавары идет вперед. Матеус пошел опять вперед. Опять я говорю, потому что он полузащитник в туше. Ост как. Как опасно. Как трудно. Нашим игрокам они просто мешают друг другу. Их много и они мешают. Все кончилось благополучно. Плохо, когда мало игроков в штрафной площадке. И плохо, когда слишком много. Сейчас ведь целая толпа тут. Путболисты в белой форме. Смотрите. Но это все мешали друг другу. И толком никто не мог ударить подальше. Небольшая неразбериха была сейчас в обороне у Спартака. Многие тут специалисты утверждают, в частности, Карл Хайнсхайман, шеф-редактор Кикера, который любит российский футбол, советский футбол. Многих знает. Вот он все время говорит, что Матеус играет не на своем месте. Матеус никакой не свободный центральный защитник, а полузащитник. И мог бы он больше пользы приносить в средний ряду. Как говорится, тренеру виднее. Сиги опять опасно играет. Впереди все время играет Сиги. Но он играет на месте полузащитника, если Жоржинья играет справа у бровки. По правой бровке все время. А Сиги слева. Сиги более заметен в эти первые минуты. Угловой удар. Шоль будет подавать. Мехамед Шоль. Вот игрок ему 24 года. Итак, смотрим, что там в штрафной площадке. Во вратарской тесновато. 6-7 игроков. И еще пошли вперед. Тяпушкин промахивается. Штанга спасает. А сейчас даже кто-то защитников. Видел удар. Еще удар. Рядом. Рядом мяч пролетел. Но Тяпушкин задел мяч. Сейчас он ошибся на выходе. Безусловно. Мяч попал в перекладину в ворот. Очень опасная ситуация ворот Спартака была. Вот давайте еще раз посмотрим эту опасную атаку. А это не повтор. Это очередная атака. Еще один угловой. Нет. Показывают. Угловой, угловой правильно. Ну вот смотрите, как атакуют сейчас Бавария. Лехмершол идет направо. Спокойно. Сейчас в обороне играет Спартака. Спокойно, внимательно. Подсказывают друг другу. Подают очень опасно угловые футболисты. Бавария. Это мяч вратаря. Вот Кауфор. Смотрите, защитник. Куфор, простите. Кауфор. Куфор, правильно фамилия его. Куфор. Он участвовал дважды в атаках. Кто начинались на углу поля. Оленичев. Ананго. Рахим. Неплохо. Холестов. Анопко. Никифоров. 16 минут сыграно в матче Бавария-Спартак. 1-0. Костя выигрывает. Штрафный удар. 5-0. Костя выигрывает. Ананго. Мяч к Тихону не попадает. Матеус опередил. Тихонова. Рахимов. Тихонов. Кетченов тут в окружении двух соперников. Анопко с трудом доставил. Почему с трудом? Потому что его рукой задерживал соперник. И арбитр из Голландии. Командер Эмдета зафиксировал. Тихонов. Дошел до штрафной площадки по штрафу. Можно бить поворотом. Не удалось. Но атака продолжается. Рахимов пас налево. Ананко. Анопко. Вообще-то можно издалека пить. Кетченов, Ананко. Не обязательно все время стараться мяч в штрафную ввести. Там бывает много игроков. Можно издалека ударить. У спартаковцев есть футболисты, которые хорошо бьют. Оленичев. Ананко. Пас налево. Тихонов хорошо прикрывает мяч корпуса. Куфор прям лег на него. Еще раз смотрим. Тот эпизод, когда мяч попал в перекладину. Безусловно. Без лишней нервничью наш вратарь. Ошибся на выходе. Куфор. Зиклер. Прикрывает мяч корпусом. Вот это назад. Кройцер. Матеус теперь стал регулярно покидать свое место. И идет вперед все время. Вот смотрите, он уже был недалеко от центрального круга. Пас назад. Шуп. Абита чек-цыки. Хорошо. И дальше еще. Арбитр показывает, что не было нарушений. Просто перепрыгивая через игрока, Рахимов зацепился за него, поэтому упал. И опять вот несогласованность. Опять вот та же беда в обороне. Два футболиста, кто был последним, мог подсказать. И вот Оленичек мог бы уступить холестового мяча. Тогда можно было его отбить вперед. Еще один угловой удар. Мяч на этот раз направляется к ближней штанге. И опять угловой. Эти угловые, в общем-то, доставляют достаточно много неприятностей. Спартак спит на обороне. Ну, всей команды. Сейчас оброняет Спартак. Всей командой. Я не понимаю опять, почему жалуются сейчас Матеусу. Ну, безусловно же, атаковали Тяпушкины. Играли не в мяч, а в игрока сейчас вы увидите. Еще и рукой тут чуть-чуть вместе с Майкой грудь не оторвали. Хусорок, по крайней мере, у Хлестова. Что тут тут возмущаться? Тихонов. Пас направо. Сыги обыграл Писарева. Отлично. Хлестов. Аплодисменты. Вы слышите аплодисменты? Да, вот здесь плохо. Здесь хуже, чем могло быть. Рахимов. Пятницкий. Спартак стараются играть широко. Это приятно. Поле широкое, длинное. Отличный покров длиной. Кетчинов ждал, ждал и словно не верил, что Писарев даст ему мяч в штрафную площадку. Нерлингер. Оленичев идет. Жоржини делает высокую передачу. Мяч выбит. Кетчинов. Пятницкий. Не Пятницкий, не успел к мячу. Матеус. И опять длинная передача к линии штрафной площадки. Мяч уже покинул поле. Часто мяч посылается вверхом в направлении Александра Викклера, который играет хорошо головой. Хорошо, еще раз повторяю, прикрывает мяч корпусом. Вот его нам показывают. С 20 лет ему. В матче со Штутбертом он забил один мяч. И все здесь говорят, только один. А мог забить там 3-4. Да, у него вполне сколько возможно. Борьба на половине поля в Баварии. Оленичев. Рахимов. Левый фланг свободен. Может забросить. Попытаться, по крайней мере. Вот Рахимов это и делает. Ананка. Перед ним Жоржини. Руками Жоржини отталкивает Ананка. Ну что же это такие все время, вы знаете, провокации на публику. Безусловно, нарушение. Безусловно, оно очевидно всем. И судье тоже. И вот это такие вот недовольства вызывают гнев, что ли, на трибунах. Но пока, слава богу, на суде это не действует никак. Кроется. Куфор. Бавария атакует. Рахимова никто сейчас не страховал. Мяч не попал к литичку. Оленичев. Тихонов. Кетчинов. Впереди. Неплохо. В пятницке чуть-чуть промедлил. Простите, это был Хлестов. А в сайте нет. Можно играть. Шоль. Бьет. Неожиданно из-под ноги. И не просто было Тяпушкин. Большой, чтобы был прикрыт Никифоровым. Никифоровым. Мы еще раз смотрим. Положения вне игры не было. Вот там слева кто-то задержался. Рахимов, по-моему. Поэтому положения вне игры не было. Спартак начал весело, непринужденно. Нельзя отдавать инициативу. Нельзя. Надо подольше держать в середине мяч. Извините, как говорится, за советы. Ну и тревожить вратаря. Спартак показал, что он может атаковать. В первые минуты несколько было хороших атак. И терять мяч. Вот так просто не хотелось бы. Страстный удар. По ногам. По ногам Сиге ударил. Ну пытался, конечно, по мячу ударить. А ударил по ногам Кисарева. А нам Канякипро. Рахимов. У нас Крахимов. Анопка-Ананка. Атака затухлась, не успев как-то и начаться. Вот. Меня вот тревожат эти моменты, когда спартаковцы как-то начинают комбинации и затухают они в центре поля. Матеус улыбается. Остальные игры. Как это так? Арбитр вдруг подряд страфует хозяев поля. Такую выдающуюся великую команду в прошлом. В прошлом. И сейчас, конечно, Баварин неплохая команда, но пока она в стадии становления еще. Диконов, Куфор, выбил мяч вверхом. Жоржиня, аут. Несколько минут спартак не приближался к штрафной площадке соперника. Не тревожил. Оливер Аканом. Ударов вообще не было. Игра пока идет сейчас, вот последние пять минут. В основном на левой половине поля. И чаще мы видим Тяпушкина. Ну и игроков, конечно, Баварии, которые бьют по воротам, которые стараются играть в штрафной площадке. Спартака. Никифоров. Страфной бьют вориум. 26, а может уже и 27 минут сыграли команды. 1-0. Спартак выигрывает. Пятенский. Писареву с рукой задерживает. Пятенский идет в штрафную площадку, бьет неожиданно. Ну вот, хорошо сыграл Пятенский. От него ждали передачи, он ударил. Вот удар метр 16-ти был. Довольно-таки опасно. Это Андрей Пятенский. Канн выбивает мяч за центр поля. Мяч через одного переборка, через другого футболиста. Шольф. Сиге. Мяч Спартака отобрал. И сейчас есть возможность, хорошая возможность для контратаки. Больше Спартаковцев здесь на правой половине поля. Пятенский. Еще раз можно ударить. Пас. Хороший, неожиданный пас. Олеевичев. Пытался обыграть Матеуса, не получилось. Ананка. Спартак атакует. Пас назад. Еще одна попытка ударить. Нет. Это просто так получилось. У Пятенского мяч отскочил неожиданно ему на ногу. И уж ничего не оставалось сделать, как вот какое-то такое судорожное движение провести. Да, вот. 119 матчей провел уже за сборную команду Германии. Лотар Маттеус. 33 года ему. Безусловно, звезда мирового класса. Не Кипра. Да, лучше подальше. Тихонов. Пытается уйти от Куфора. А вот он, кстати, невысокая скорость стартовая, по крайней мере. Куфор вот когда разбежит с таким длинным шагом, он настигает Тихонов. А когда вот с места Тихонов срывается с мячом, то Куфор проигрывает он полтора-два метра уже несколько раз. Обе команды стараются играть широко. Обе команды стараются играть флангами, используя фланги. Маттеус был с мячом какое-то мгновение, но вот Кройцер подстраховал своего капитана. Ну, может быть. И было нарушение. Да, Нерлингер. Тоже один из самых способных, талантливых игроков Баварии. Кристиан Нерлингер, ему 21 год. Всевозможный юношеский сбор выиграл. Это опасно. Опять опасно и гол. 1-1. Опять полный беспорядок в обороне. 1-1. Далее головой ударить с близкого расстояния. А рядом с Тяпушкиным находилось выстрелить практически в одну линию сразу четверо спартаковских защитников. Только я про Нерлингера сказал, что он талантливый способ, и тут же он и гол забил. Ну, давайте еще раз посмотрим. Из-под защитника, из-под Рахимова. Отличный удар под перекладину. 1-1. Кристиан Нерлингер, 1-1. Андрей Тихонов, 1-0. Кристиан Нерлингер, 15 минут осталось играть до перерыва. Спартак начал очень активно, очень интересно, быстро играл, но постепенно уступил инициативу. И Бавария сейчас играет, имея преимущество. Чаще атакует, больше атакует. Хозяева поля. Обороняется, идет вперед. Хлестов, пятницкий. Ананка. Дальний удар. Неплохо. Мяч мог и отскочить. Он перед вратарем ударился в землю. С трудом Кан его наглухо поймал, прижав к груди. А отскочил бы мяч, можно было кому-то посетить на добивание. Рахимов получает предупреждение. Руками оттолкнул соперника. Во всех предыдущих матчах Спартак забивал. И во всех, кто забивал первую. Сегодняшний матч не исключение. Будет ли подтверждение второй закономерности? Я пока не буду говорить, а посмотрим. Сыги выполняет удар. Пистарев. Направду он бил через себя. Никого рядом не было. Можно было остановить, иначе развернуть. Сыги аут бросает. Далеко бросает метров. На тридцатную площадку прямо. Тяпушкин поймал мяч. Это не было передачей, считает арбитр. Мяч от ноги кого-то из Спартака попал вратарю, но это не было такой умышленной передачи затянуть время. Оленичев. Иханов. Оленичев выходит к воротам. Еще можно ударить. Еще удар. Гол! 2-1. Как интересно развиваются события. Оленичев с Тихонов сотворили гол. Ну, немножко защитники им помогли. Но Оленичев не растерялся, потерял мяч. Он же ему отскочил, он его добил все-таки. Вот смотрите, здесь он обыгивает Кройстера. Мяч отскакивает. Давайте еще раз посмотрим. Или кто-то... Да, Оленичев все-таки протрался. Молодец. Тут защитники тоже ему помогали. Но они, конечно, пытались выбить, но выбивать-то некуда было. 2-1 за 10 минут до конца первого тайма. 32-я минута, казалось, счастливой для Оленичева. 2-1. Спартак выигрывает. Маттелс. Далее. Очень опасный удар. С трудом тяпушки разбивает. Вот кто такой Лотар Маттелс. Вот как он может играть. Конечно, он не защитник. Конечно, он игрок, который умеет подыгрывать. Умеет атаковать. Какой мощнейший удар он нанес сейчас. А нам показывают еще раз, что тут было вблизи штрафной площадки, когда Оленичев забивал мяч. Штрафной площадка. А теперь Циги с мячом. Бас назад. Удар. Удар. Ей-богу, не хочется никаких сделать советов, замечаний. Но нельзя же давать бить по воротам с пределов штрафной площадки. Опять в Спартаковце было много штрафной. И все держали, как говорится, зоны. Посмотрите. Все стоят на пустых местах. Мяч по... Хорошо, что не попал в ворота. Хочется повнимательнее. Спартак всегда ли в обороне. Бавария опять идет вперед. Маттелс. Жоржиньо. Кетчинов. Тихонов. Далее на ноги. Купор достал мяч. Сетербелло был впереди него. Метра на два, на три. Меньше десяти минут до перерыва. 2-1. Спартак выигрывает Мюнхен на Олимпийском стадионе в Баварии. Купор. За спину. Сиклеру. За спину нашим защитникам. Сиклер продрался и... Оленичев вовремя отошел назад. Ну, выгонясь за боковой, все полегче. Шуб, Куфор. Кройцер. Куфор. Спартакцы все тут отошли уже к штрафной площадке и дают спокоя начинать комбинации. Угловый удар. А мы смотрим атаку Баварии еще раз. Вот, которая была минуту назад. Ты видичек атаковал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Каждый угловый удар, каждый штрафной носит какую-то нервозность, излишнюю действие защитников, других игроков, которые в обороне. Да, безусловно, Спартак весь сезон, играя в чемпионате, с большим преимуществом, почти не испытывал каких-то затруднений в защите. Вот, Спартак и не умеет играть от обороны, а надо. Надо вот таких ситуаций, когда надо удержать счет, когда нужно подержать мяч. Мехмедшоль опять выполняет угловой очередной. Опять опасно. Гоу. Опять головой. И опять грубейшие ошибки обороны. Вот он, молодой Сэмми Куфор, забил свой первый мяч, выступая за Баварию. Второй мяч головой забивает. 2-2. 2-2 в конце первого тайма. Минут за 6 до конца. Далее ударить. Что делать Тяпушкину? Выходить на этот мяч, трудно сказать. Беда в другом. В другом, что наши игроки, наши футболисты касаются не только Спартака. Очень плохо играют головой. Проигрывают большинство дуэлей. Особенно это неприятно, что это выходит в своей штрафной площадке. 18-летний Куфор, один из лучших игроков первого тайма. И вот подключался несколько раз к атакам при угловых, при штрафных. 2-2. Тихонов, четвертый минут, 1-0. Нерлингер, 28-й минут, 1-1. 32-я, Оленичев. 1-2. И Куфор, 35-я, 2-2. Вот вы видите все на нашем телевизионном табло. Тяпушки. Неумение играть в обороне. Вчера и другая наша команда показала московское «Динамо». Здесь Спартак все смотрели этот матч. Жалко, конечно. Тоже были грубейшие ошибки в обороне. Грубейшие. Раньше мы часто, журналисты, комментаторы, пишущие журналисты, часто ругали, что многие команды играют от обороны. Вот говорили, что нужно в атакующих, чтобы больше играть. Сейчас получилось, что многие команды и в атакующих футбол толком-то не умеют играть. И в обороне все потеряли. Самое главное, что в обороне Спартака, да и других команд, все время находится много игроков. Но что делать в обороне при таких опасных ситуациях, никто не знает. Очень много свободных соперников оказывается. Тихо, московское. Ну что ж, теперь снова слово за атакой. Спартаковский. Ждем от Спартака каких-то удачных комбинаций. Спартака сегодня в атаке неплохо получается. Ананко. Ананко. Оленичев. Обыграл Жоржиня. Ананко. Анопко. Пятницкий. Не рискует. Мерлингев руками отталкивает. Мяч в спартак. Пятницкий. 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 Мяков. Пятницкий. 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 Никифоров. Никифоров. Сильно отправил мяч на стартную площадку. Оленичев в окружении трех соперников. Жоржиня. Отпустил мяч. И теперь... И теперь мяч до боковой линии. Мателл. 2-2. Спартак забивает в каждом матче мячей. Четыре было. Теперь еще два-шесть мячей. По шесть мячей до этого тура забили лишь... Манчестер Юнайтед и Парис Сен-Жерме. Ну... Это тур. Будут новые мячи. Мяч ушел. Покинул поле. Ей-богу. Все, и Спартак прекрасно играет в атаке. В середине поля. Ну... Как жалко, что в обороне. Столько ошибок совершают. Кройцев. Хлестов. Аут. Сиген. Кройцев. Матеус. Обратили внимание, как располагаются футболисты Баварии. Вот три защитника. Но они меняются местами. Куфор, Матеус и Кройцев. Два футболиста впереди. И очень сильная линия полузащиты. Где Циги слева, справа. Жоржини. Остальные в центре. И очень... Это средняя линия мобильная. Потому что преимущество у Баварии то слева, то справа возникают средние полузащитники. Молниносто ходят на фланги. Николай Писарев. Убегает от Циги. Притормозил. Прикрыл мяч корпусом. Матеус подстраховал Циги. Причем крайние полузащитники. Они активно играют впереди. И при случае закрывают фланги. Не дают нашим футболистам атаковать по флангам. Оливер Кан. Один из вратарей сборной команды Германии. Оленичев. Пятницкий. Хлистов. Кому? Вах. Хлистов. И еще одна попытка. Хороший пас. Тихонов. Не получился удар. Ну бывает. Но ничего страшного. Ничего страшного. Ананка бил. Пытался ударить фланг. Не попал. Мяч срезался. Моги. Переживают и Олег Романцев, и Федор Черенков, которые в общем-то все понимают. Хорошо помочь ничем не могут. сейчас кеченов и тихонов впереди а писарин на месте правого полузащитника находится выводил его циги циги активно играет приходится ему покрывать эту зону вот сейчас писали с мячом тихонов а вот как разве может быть от двух ног мяч ушел матеус так убедительно тихонова объяснял что от тихонова ушел мяч под видимо согласился хотим матеус ты-ка за спину себе забросил ананка и жоржинию жоржинию будет упадеть мяч через боковой пик который раз площади ворот головой бьют как молотком это видите который не очень-то и высок ростом опять ему дали на 5 я говорю что далее ударит него вообще дали ударить хлистов задевался и оказался за спиной за спиной у соперника ананка пятницкий хорошо подключается хлистов к атаке и вдруг такой пас неудачный пас уже хлистов по инерции без мяча столкнулся с соперником немного осталось играть в первом тайме который был урожайным на голы и безусловно игра получилась интересный учительный и радовались мы удачам спартака и огорчались неудачам было и то и другое цикла как легко проходит ногой только ногой а это уже опасно оленичев анодка арахимов пока судья и грудью останавливать нужно идти вперед осталось время есть еще пятницкий пятницкий сегодня не так активен не так заметен как мог бы как должен быть ведь игра спартака где много молодых игроков где много новичков зависит от игры лидеров такие как она к пятницкий никифоров от них много они определяют характер игры почеркс и так перерыв после первого тайма ничья спортивных программ продолжает прямой репортаж из мюнхена с олимпийского стадиона здесь проходит матч четвертого тура лиги чемпионов группе б авария спардак москва ничья 2-2 после первого тайма игра была любопытной разнообразной острый интересный спартак в отдельный момент играл просто прекрасно особенно давали спартаку контратаки комбинации близи штрафной площадки и неудачно спартак играл в обороне к сожалению и вот бавария воспользовалась этими ошибками и результате счет 2-2 напомню что на четвертой минуте тихонов сделал счет 1-0 потом нерлингер на 29 11 оленичу вновь спартак вывел вперед на 33 минуте 2 1 и куфор на 37 забил второе мяч ворон спартака 22 как будут развиваться события во втором тайме посмотрим замен пока нет я тебе напомним состав спартак проведет вот закончится атаку кечен и тема напомним состава ановка оленичев ановка ананка никифоров спартак с мячом с одного фланга мяч переведен после нескольких передач на другой и вот здесь начали без боковой линии и так состав спартака спартак в первом тайме играл таким образом вратарь дмитрий тяпушкин в обороне справа играет играл по гуглевой этапе дмитрий холестов третий номер слева дмитрий ананка номер два в центре обороны у спартака большую часть времени было три защитника рашид рахимов 5 номер юрий никибров 6 капитан команды виктор ановка номер 7 но поскольку центральных защитников трое вот поочередно либо рахимов либо ановка выходили вперед полузащитники партака дмитрий оленичев номер четыре андрей пятницкий номер девять валерий кеченов номер одиннадцать и два нападающих партака андрей тихонов номер восемь и николай писарев номер десять олег романцев главный тренер московской команды спартак атакует вот мяч у угла поля щас аут оленича и когда угловой удар спартак после углового забил первый мяч точная передача удар шторм и ворот еще один удар куфор выносит удар головой прямо в руки вратарю атака была хорошей и завершилась хорошим ударом кто там завершил по-моему пятницкий головой бил я посмотрим нету это вот их она ведет борьбу нет это кеченов и так состав баварии вратарь оливер кан три футболисты играют постоянно в обороне капитан команды лотер мотелс номер десять самуэль куфор номер пять оливер кройцер номер четыре очень мощная линия полузащиты пять футболистов здесь жаржини справа второй номер слева крестьян сыге третий номер и три центральных полузащитника восьмой номер марку суп шестой номер крестьян нерлингер и махмет шоль номер 7 два нападающих александр циклер номер 9 и марсель видящих номер 11 джованни тропатоне главный тренер баварии здесь к бригады из голландии марио вандер эндэ главный судья судья на линиях роб оверклип и джоз ван боккель делегат ульфа спектр альфред людвиг из австрии фавари атакуют жоржини упустил ночь этот стадион олимпийский открылся в 72 году перед олимпийскими играми и первый матч матч открытия был проведен в мае играли за сборной команды германии и советского союза 4-1 немцы выиграли и первый мяч на этом стадионе забил знаменитый герхард мюллер чем провел за сборную германии 62 матча и провел 6 или 68 мячей а вот его молодые одноклубники это такой стеклян вообще герхард мюллер сейчас работают в этом клубе в этом клубе сейчас очень много великолепных футболистов баварии сборной германии ну франц бакенбауэр карлхаймс румейниги улей хёна и такой хороший защитник аукенталер он кстати был на тренировке спартака и после тренировки сказал что им очень понравилось как команда тренирует как команда двигается он сказал что вот если команда еще продержится в таком составе 23 года она будет очень сильной командой будет создать конкуренцию в борьбе за кубок европейских чемпионов другим клубом и он сказал еще что конечно спартак трудных условиях потому что мы то и другие клубы имею возможность не только продавать никакого покупать пар также увы только отдает игроков рахимов вы имеете ввиду какого высокого класса заграничных игроков конечно спартак может купить и наших клубов но продают лучших а покупают главным образом игроков которые еще только могут стать звездами через какое-то время жоржини рукой сыграла кнопка на его видичек подтолкнуть ну в первом тайме у баварии мне понравился матеус прежде всего куфор молодой футболист из гамма и о нем уже говорил циги был хорош у спартака мне понравился оленичев хорошо играл тихонов менее заметен чем обычно был писарев и пятенки не так хорошо играл как хотелось бы опасно ситуация штрафской площадке спартака арахимов ведет борьбу шалим на сантри поле матеус куфор ананка выбил не очень далеко пятница куфор пятница киановка куфор матеус спартакс отходит потихонечку на свою половину поля все отходят куфор остановил мяч шуфу 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 неббингер хорошо сыграл тихонов пятницкий пас налево не точно а вот тихо можно бить ворота рядом ворота были трудно было с острого угла попасть ворота оливер кана вышел вперед и тихонов было очень непросто попасть ворота он сыграл на отлично смотрите как обыгрывает одного соперника второго матеуса пытается обыгрывать матеус уже ничего не смог сделать все-таки тихонов ударил но попал в ногу матеусу и замена составе баварии дитер фрей который играл московском матче дитер фрей меняет мехмета шоли 22 года ему полузащитник ананка рахимов правильно сделал что на фланг отдал вперед стал бы давать было положение не игры пятницкий тихонов ох какая передача ох как тихо на выиграет хорошо совершенно как эти не тушуются штрафные площадки в окружении нескольких соперников а посмотришь и делает тихом куфуру туда руками отталкивает и с трудом мяч выбивается на угловой как и в начале первого тайма спартак атакует имеет преимущество ананка стоя бил и вы помните как забивали мяки в наши ворота высоком прыжке и нерлингер и буфор наносили удар а ананка стоял и ждал выпрыгнул дар мог быть сильным она как раз умеет играть головой один из немногих наших футболе не просто голову подставляет а бьет головой ананка рахим ананка тихонов пока мало заметим валерий кеченов очень талантливый спортсмен скромный такой вы знаете хорошо воспринимает советы тренеров и говорит но сегодня пока он мало заметил я надеюсь что сегодня он покажет себя ну игра на игру не сходится парень чуть неопытный дальний удар и мяч следит в сторону от ворот сегодня как обычно в 0 часов 30 минут вы увидите нашу программу от 7 других матчей и хочу вам сказать в первом тайме уже давали результаты не буду я мог называть не буду их называть его интереса послали но некоторые уже результаты первого тайма довольно любопытно первых таймов так что игр проходит очень интересно сейчас в лиге чемпионат нет такого ярко выраженного лидера как прошлом году им был милан барселона четыре или пять команд равны по силам и могут претендовать на 2 на выигрыш кубка чемпионов спартак идет вперед и 3 по штрафной площадку восьмой номер это бывает спартак атакует пиццари в штрафной площадке нужно забивать ох какой момент какой момент какой момент и кетченов был там штрафной и тихонов куфор помог оливеру кану посмотрим еще раз эту атаку тихонов мощно выстрелил низом вдоль площади вдоль линии площади ворота ну вот здесь кетченов не успел вратарь опередил его еще раз смотрим эту настоящую мощную атаку бавария такой циклер выходит удар и подицы бьет дальний угол я пушкин дотягивается до мяча и переводит мяч до линию ворота вот только что атака была на левый ворота и тут же спартаку приходится броняться угловой удар 13 минут сыграно во втором тайме по-прежнему 22 и опять неудачные защитники действуют как-то дайте боязно нет такого удать от горячего желания защитника положение вне игры нет отбить куда бы хотя бы сильно и мощно выбить мяч даже может быть и без адреса куда попало потому что раздумие тут не уместны секунду другая мяч потеряность под ноги могут видеть выпить мяч дмитрий тябушкин смотрим еще раз атаку баварии теперь циге это не удар по воротам это передача вдоль ворот арахимов хлистов писарев пятницкий ждал долго но тянется с мячом кому отдать мяч попал в пятку олевич его жоржиню и тот ошибается ну вот такой опять же любопытный эпизод ошибаются сильнейшие ошибаются такие известные футболисты когда их атакуют когда не додают им свободно играть вы видели сейчас и пятницкий ошибся и журжиния когда рядом с ним оказывается соперник ананка оленичев оленичев кстати в первом доме тоже очень неплохо сыграл пятницкий переводит мяч и своевременно свободному писареву писарев идет на циге обманное движение ходит стартную площадку мяч кроется в падении выгол бавария обороняется и это не нравится зрителям вся всей команды обороняется бавария писарев хлистов кетченов уступил мяч и теперь вступил в борьбу уже мерлингер аут 17 минут сыграны во втором тайме ничья 2-2 моделс пас на право циклер стал царл этим мячом анопка вмешал ему и вновь анопка выбивает мяч за боковую линию уже мяч был так за пределами более жоржини циклер знаете как который раз уже как циклер хорошо прикрывает мяч корпуса как труда у него отобрать знаете какой он цепко борется упал циклер но мяч остался до этого бавария а вот там руками руками останавливали пятницу быстро спартаковцы пробили штрафной 5 детки длинным пасом диагональным пытается тихона вывести вперед куфу рядом с ним играть можно только ногой камета помнит и пас кулом плашку молодец андрей тихонов вот помешал сделать точную передачу вот я говорил несколько минут назад когда атакуют соперникам наши футболисты то есть совсем не просто сделать точный острый пас мотэл аварий атакуют цигер пляшко пятницкий кому отоднять писарев справа свободен в лучшей позиции пас налево тихонов тихонов сместился в центр пятницкий оленичев с одной стороны свободе в другой писарев и решил пятницкий ударить может быть решение было и неплохим но исполнение было неважно около 20 минут сыграно во втором тайме ничья 2-2 счет первого тайма держится спартака замена нет это не у спартака это замена посмотрите замена у баварии гиттер хаммон по-моему сейчас посмотрим кто выйдет а в это время баварии атакуют нерлингер бавария вынуждена сбросить мяч назад отойти назад мотэлс упор упор большую часть времени в этом сезоне даже не в заявочном списке вот программ который в начале сезона перед лиги чемпионы были опубликован играл за любительскую команду несколько лет и очень так доволен прямо так улыбался перерыве показывали как он был доволен что забил мяч спартак перехватывает мяч и идет вперед рахимов пятницкий дальше и счет дальше кеченов оленичев комбинация стенка кеченов ананка еще один дальний удар ну что ж уже ближе но видимо олег романцев перерыве дал указание бить издалека замена вторая маркус шуб покидает поле и выходит гиттер хаммон полузащитник и это молодой под болезнему 21 год свежие силы вводят так поочередно джованни тропатоне молодых игроков выпускает половина второго тайма позади ничья 2-2 куфор но я вам не буду говорить тут почему такая реакция на на трибуне результаты первых таймов и как проходят игры в других матчах лиги чемпионов вот так реагирует на сразу на табло все игры показали какие там на это время как игры развиваются опять удар головой опять удар головой и из цыгей белок сейчас мимо ворот а а а а а а остановка вот еще раз смотрите может быть тяпушкин и достал гача может быть и нету значит летел почти в девятку 66 минут пошла мать рахимов никифоров и салиф и салит и бавария перехватывает ночь и идет вперед и цикл расширся и салит Анопка по левому флангу идет вперед Рядом два партнера Ананка Ласково так погладил мяч Ананкой Анопкой Ну вот здесь можно было и поточнее сыграть Виточек Хорошо комбинируя Бавария приближается к штрафной площадке Жоржини пас вдоль штрафной Циклер Хлестов пошел атаковать Циклера Нерлингер Маттеус Дани Кипр разбил мяч Центрального круга А вот ошибка и Маттеус ошибся Тихонов идет вперед Маттеус пытается И добивается своего Исправляет свою ошибку Что-то ему говорит Тарапатоний Ну Маттеус приложил руки к груди То есть как говорится признает свою ошибку Но исправился очень быстро Кройцер Циге Длинный пят Опять в направлении Циклера Как он хорошо Играет В сложных ситуациях Жоржини Упас налево Нерлингер бьет Высший ворот Циклер вроде не очень быстро Но у него длинные ноги И очень хорошо увидит Вот соперника Знаете как он вдоль Линии ворот прошел А дальше Жоржини Участвовал в атаке Он делал передачу Свободному Нерлингеру Тут с острого угла бил Никифоров Циге Вывел мяч За боковую линию Никифоров Пошел 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 Вперед Упал Его сбили С ног Страфной удар Вот Никифоров Может оттуда ударить Если вот не очень сильно Его ударили по ногам Пятницкий у мяча Страфной удар У метров 12-13 Даже 15 За линией Страфной площадки Но оттуда можно ударить Поворот А можно и разыграть мяч Что будет делать Спартаков Посмотрим Оливер Кан Руководит стенкой Анопка И Пятницкий Пятницкий разбегается Бьет мимо стенки Нет Стенку попал Сказал Что мяч Мимо Оленичу Можно ударить Комбинация стенки Не получилось Мяч отскочил К Оленичу Почте Отскочил К ноге соперника Спартак С большими силами Атаковал И теперь нужно возвращаться Рахимов успел вернуться И его Жоржиня сбил с ног И получил предупреждение Ну а в первом тайме Рахимов получил предупреждение Носилки несут Рахимов уже стоит Уже мяч не заставал А ударил по ногам Даже по коленкам Досталось по-моему Рахимову Носилки унесли на место Не понадобились Вообще Жоржиня очень корректная игра Хотя Знаемое Что он иногда И нарушает правила И Хочу сказать Что В девяносто первом году От фифа Он получил по итогам года Приз такой Специальный приз Фэрплей Оленичев Передержал Безусловно Витечек Хаун Мимо ворот Аман Вот мы смотрим Атаку Баварии Просит арбитр Из Голландии Вандерэнда Побыстрее водить Ночью игру Второй тайм Игра Проходит Согласитесь Ровно В первом тайме Спартак действовал На контратаках Больше атаковали Футболисты Баварии А сейчас Играет В общем-то Ровно Проходит И та команда Атакует Другая Уфор Обязательно В таких случаях Нужно атаковать Вратаря Я вспоминаю Первый матч Московского Динамо С Реалом Помните Как Черышев Пошел на вратаря И заставил Промахнуться И забил мяч Вратаря Нечасто Играет Ногами И когда На него Идет игрок Они Начинают нервничать И в любой момент Могут ошибиться Никифоров Хлестов Кетченов Упал Не без помощи Соперник Штрафный удар Вот арбитр Показывает Штрафный удар Нужно выполнить Вновь Хлестов С мячом Анопка Пятницкий Ананко Пас Это пас Не удар Получился пас Очень сильный Мяч Улетел туда Из-за рекламной Щиты И даже он Тоннель попал Тоннель Такой рог Тоннель На этом стадионе В финальном матче Чемпионда Европы 88-го года Наша команда Сборной ССР Играла с голландцами Поиграл там 0-2 Но еще в 76-м году Матча на суперкубок Киевские динамовцы Обыграли Баварию Тогда здесь Олег Блохин Великолепный гол Забил 1-0 Тогда выиграли Так что Не только здесь Мы проигрывали Хотя большую часть матчей Германии Наши команды Конечно же Проигрывают С немецкими командами У нас отрицательный баланс И у сборных И у клубных команд Пятницкий Питаре свободен Справа Он не добился Да Олегичев Кеченов Кеченов Рахимов Пятницкий Вот сейчас бы Питаре Вот туда и отправил Пятницкий Направо Но Не успел Не успел Питаре Ну и упас Не очень корот Не точно Матеус Кройцер Вот Тихонов сегодня Хорош Тихонов сегодня Сколько он отдает сил В борьбе И в отборе хорош И в атаке хорош Андрей вырос в этом году Прямо на глазах 24 года Ему он и раньше выходил Такое впечатление Что Долговато Играл за дубль На скамейке сидел Бавария атакует Виточек Нерлингер Виточек Прострельная передача Мяч не выбит Очень опасно Нерлингер Выбит недалеко Мяч вернули Наши же футболисты Штрафную площадку Сейчас можно Хлестовый Подальше отбить Играет точно Не стал торопиться Питарев Пятницкий Ногами вперед Пригла соперник Не знаю В форме Как говорится Хороший спортивный Физический Травм у него нет Но Что-то у него не клеится игра И его вот Не ставят Не берут даже В запас А рядом со мной тут сидит Еще один Известный игрок Хелмлер Прямо рядом Через ряд сидит Он получил Достаточно серьезную травму Колено у него травмы И до конца этого года Вряд ли будет играть Игрок сборной Германии 15 минут До Конца матча 2-2 И здесь все правильно Блокировка была Свободный удар Но опять же Недовольны Что мяч ему Как говорят футболисты Дали в борьбу Некий пропаг Анопко Хлестов Анопко Писарев Пытается пойти Штартуев площадок Ходит Можно бить Ох Какой момент Как хорошо сыграл Николай Писарев И паузу Сделал вовремя Попал в ногу Защитнику По-моему Это куфор был И опять Спартак атакует Кетчинов Пытается Бить Но не очень сильно Ударил Попал в защитника Спартак опять Смячом Футболисты Баварии Выбивают Значит Смячом Спартаковцы Анопко Длинный пас Управление Писарев Писарев Штарной площадки Достанет Куб Рядом Прострельная Передача Мяч не покинул Поле Можно играть Ананко И вот только теперь Бавария Выбила мяч И сразу Стремляется Вперед Что натворил Анопко Спасибо Дмитрию Тябушкину Зачем же так Играть Зачем Зачем Затаря Подставлять Ну и команду Конечно Мог куда угодно Анопко Выиграть Отбивать Отдал назад И очень тихо И вот Тябушкина Передил Вот соперника Бротяшись в ноги Тихо К нам подключилась Радиопрограмма Маяк И я кое-что повторю Репортаж Из Мюнхена С Олимпийского стадиона Здесь проходит Матч Лиги чемпионов Бавария Милхенская Играет на Олимпийском стадионе Со Спартаком Играть осталось Около 10 минут До конца Второго тайма Ничья 2-2 Держится счет Первого тайма Спартак Сегодня очень хорошо Играет В общем-то Хотя допускает И отдельные ошибки В обороне Тихонов На четвертой минуте Андрей забил мяч Нерлингер на 29 Отыграл гол 1-1 Потом Оленичев Протрался сквозь Оборону Соперник Еще стал 2-1 На 33-й минуте И потом Молодой 18-летний Игрок Куфор Изганы Защитник Забил В 37-й минуте Мяч Ворота Тяпушкина Причем Оба мяча В наше ворота Забили головой Неудачно играли Наши защитники Во втором тайме Спартак Имеет преимущество Атакует больше Вот пару минут назад Спартак Мог забить мяч Ну а вот Минуту назад Мог и пропустить Потому что Неудачно отправил мяч Анопко Вратарю И Тяпушкин Спас положение Просто в ноги Сопернику 2-2 На Олимпийском стадионе В Мюнхене В матче Лиги чемпионов Бавария Спартак Бавария атакует Чтобы лучше представили Вот Что происходит на поле В красно-синей форме Бавария В белой форме Спартак Ворота Спартака Справа Вы помните Этот Олимпийский стадион Такой парящий Как будто в воздухе Такая крыша Ажурная 60-70 тысяч Вмещает стадион И сегодня 1035 Дрители поддерживают Баварию Ну а У нас тут Есть туристы Автобус пришел С туристами Самолет Ну человек 200 есть Журналистов Немного Олег Кучеренко Из Редактор Еженедельника Футбола Алексей Завгородний Советский спорт Виктор Осокин Журнал Спартак Мой коллега Илья Кукин Он делает здесь Репортаж Для уикенда Спартак В это время Обороняется И выбивает мяч К центру поля Лотар Матеус Звезда Мирового футбола Виколепно играет И сегодня Капитан команды Хоть не действует И в большую часть Времени В центре обороны Но делает Отличные передачи Иногда и вперед Выходит Сейчас Бавария С мячом На левом фланге Циги Полузащитник Отправляет мяч назад Куфору 18-летнему Темнокожему Футболисту Сизганны Матеус Пас вперед Метров на 30 Падает Нерлингер Мяч у него Отбирает Отбирают Едва не потеряли Спартаковцы Снова Пошли вперед На своей половине Боле Анопко Пас налево Прекрасно играющему Андрею Тихонову Тихонов идет Прямо На Куфора До угла По штрафной площадке Доходят Тут его атакуют Еще один Футболист Баварии Сразу два футболиста Бьет Андрей Тихонов Совершенно правильно бил Трудно было здесь сделать Что-то Какую-то точную передачу Он просто ударил В ногу соперника И угловой удар И первый мяч После розыгрыша углового Спартаковца Забили сегодня На четвертой минуте Угловой слева Идет подавать Дмитрий Оленич У Спартака пока не было Замен А у Баварии Две замены Уже проведены Сегодня в Баварии Не играют Ни Попен Ни Хелмер Ни Сутер Которые травмированы Но и Много очень интересных Молодых У Куфора Называл Очень хорош Циклер Циги хорош Сейчас Бавария Пытает атаковать Левым флангом Но наши защитники Сыграли сейчас Хорошо И Идут уже вперед Наши футболисты Кетченов У самого углового Ановка Пас назад Рахимов Рахимов Клини штрафной площадки Кто же пойдет За мячом Кетченова Передил всех И Входя штрафную площадку Пас направо У самого угла На самом углу Писарев Передил три соперника Хорошая передача Сходу бил Пятницкий Попал Защитника Метров с десяти Бил поворотом Нарушение правил Ананка Получает предупреждение Это у него Второе Не в этой игре А вообще И он в следующей игре Уже выступать не будет Сзади ударил По ногам Витячика На чужой половине поля Ну и еще предупреждение Получил в первом тайме Рахимов А во втором тайме Бразилии Громсборной Бразилии Жоржинию 2-2 По прежнему Интересный Упорнейший матч Матеус В центре поля Прошел центральный круг Пас назад Кройцеру Кройцеру На место правого Защитника Там Куфор Куфор дальше Вперед По прежнему Футболисты Баварии С мячом Мяч отобран Пятницкий Можем провести Хорошую контратаку Пятницкий в центральном круге Его цепляют за ногу Сразу несколько футболистов Ведут борьбу за мяч И Туда вскакивает К Витичику Который сейчас на месте Правого защитника Матеус Центральный круг Дальше налево Циге Левый полузащитник Идет вперед Его Писарев Преследует Циге Налево Еще дальше Мерлингер Бавария Вынужден отходить назад С мячом На свою половину Поле Пас Матеус В центральном круге Зрители недовольны Что Бавария Вот так играет Не идет С всей командой Вперед А играет С сторонами Очень осторожно Бавария Нерлингер Циге Метров 15 Дубла Штрафной площадки Спартака Пас Опять назад В центральном кругу А вот теперь Мяч едет С сторонами В площадку Мяч выбито Не очень далеко Нерлингер Впереди Имрахимов Нерлингер Пас С сторонами В площадку Анопко прыгает И выбивает мяч Спартак Устан с мячом Анопко Дошел до центрального круга Пас Направо Не точно Не точно Кройстер Спартак Готовит замену Олег Надуда У кромки поля А в это время Бавария Атакует Левым флангом Ничего не было Хотя зрители ждут Штрафного Арбитра показывает Кстати очень уверенно И спокойно Проводит сегодня Мач Судейская бригада Из Голландии Во главе С арбитром Марио Вандер Энде Мяч вышел За пределы поля Удар В площади ворот И Спартак Готовит замену Вместо Николая Писарева В игру вступает Олег Надуда Пока игра Остановлена Первая замена В составе Спартака Итак Олег Надуда Полузащитник Ну может играть И впереди Ну со свежими силами Игрок всегда нужен В конце В конце Сезона Здесь в конце Матча Никифоров Выбил мяч За центр поля Пятинский Надуда В центре поля Там где играл Питарев Справа Идет в центр Пятинский Пас назад Анопко Хлестов Пас направо Матеус идет вперед Перехватывает мяч И сейчас он на месте Левого защитника Под аплодисменты И зрителей Идет вперед Делать неточную передачу И Матеус Может ошибаться Что тут Все живые люди А Спартак Спартак прошел Центр поля Пятинский По стратой площадку Упустил мяч Андрей Тихон Боролся с куфором Вот сейчас Он уже был Делал то Что сделал Ударить Просто Не обводить Его ударить Ему в ногу И был бы угловой удар Всегда советовать Легче Тем более Страны Не торопится и вратарь Баварии Оливер Кан Спокойно устанавливает Мяч на углу площади Ворот Разбегается Ну вот Телезрители видят Спартаковских болельщиков Самолет прилетел С туристами Прилетел Выехал автобус Который четверо суток Шел С ними Ярыми Поклонниками Спартака Даже пробрались На тренировку Тут Поддерживали Спартак на тренировке Борьба в центре поля Куфор Жоржини Назад Кану А Кану Нельзя играть рукой И тот бьет ногой Центр поля За боковую линию Пошел Кетчинов Вратаря И вот Тому пришлось Выбить Качья Боковую линию Хлестов Сейчас намете Левый защитник Никифоров Вот тут В конце первой В начале второго По камеру Красивую Темнолосую Женщину Я не реагировал Сейчас вспомним Это Жена Матеуса Лолита Ведущая Шоу Программы Швейцарского Телевидения Италиянской Музыки Она Работает Так что Жены Есть и Спартаков Ссылки игроков И естественно Бавария Спартак атакует Правым флангом Кетчина пытался Выграть Матеуса Не получилось Матеус налево И не точно Аут 2-2 Играть осталось Совсем немного Но вот еще раз На телеэкране Жан-Пьер Попен Который Числится В Баварии Но В последней матче Не играет Спартак Контролирует мяч На чужой Поле На чужой половине Поле Мяч Баварцы Выбивают За боковую Линию Совсем Немного Осталось Времени До конца Встречи Спартак Сегодня Вел В счете 1-0 2-1 И в общем-то Жаль Что Спартак Сегодня Безусловно Заслуживал Победы Даже Больше Конечно Чем Московском Матче Хотя там Спартак Пусть только Помните На последней Минуте Спартак Опять Атакует Пятницкий Приближается К штрафной Площадке Вернее Тихонов Паста Право Пятницкий Бьет Трудного Положения И не Сильно Ударил Бавария Перехватывает Мяч И контратака Баварии Может начаться С центре Поля Нерлингер Паст Нелево Фрей Падает На Дуда И отбирает Спартаковцы Мяч Есть возможность Для контратаки Тут разрыв С центре Поля Зацепили За ногу Пятницкого Он упал Штрафной Удар 89 Минута Заканчивается Встреча 2-2 В матче Бавария Спартак И у меня Отложил впечатление Что в втором тайме Бавария Побаивала Спартак Играла Осторожно Внимательно В обороне Не шли вперед В первом тайме Активнее Бавария Действовала Хотя Как все тут Говорили Что Бавария Команда Второго тайма Ну и Напомню Что в чемпионате Ундекс.Лиги Бавария Сыграл Четыре матча Здесь дома Проигрывая Первый тайм И вот Сводил Ничу лишь Во втором Как и Последнем Матче Со Штутгартом Спартак Атакует На Дуда Анопко Упал И Потерял Мяч Циге Пас Вперед Эклер Теперь Спартак Остановит Мячом Неудачно Сыграл Анопко Потерял Мяч Матеус Идет Вперед Пас Клинии Штатной площадки Здесь Спартак Больше Не отбирают Мяч Анопко В центральном Круге Налево Тихонов Набирает Скорость Никифоров Остановился А ему Сделалось Передачу Вперед По левому Флангу Андрей Тихонов Матеус Матеус Остановился Площадки Прямо Прямо По центру Может Немножко Левее Все Футболисты В красно-синей Порме Пошли В штрафную Площадку Ну почти Все Много Их Орбита Двигает Стенку Циге Мячом Мяч А не в штрафную Площадку И на всякий Случай Выбивает Мяч На угловой Рахимов Угловой Удар Ворот Спартака Жоржиня Забирается Выполнять Мяч Летит К 11-метровой Ответки Куфор Бьет Мяч Летит Выше Ворот Спартак Вы помните Везде Во всех Матчах Забивал Первыми И Проигрывал Вторые Таймы Ну Еще Несколько Секунд Наверное Играть Может быть Сегодня Этого Не случится Сегодня Спартак Опять Первым Забил Но Не выиграл Действительно 2-2 Это счет Первого Тайма А сейчас Мяч У штрафной Площадки Баварии Кройцер И вот такой Кетченов Койра Заби Сильно Бьет Туда Налево За боковую Линию Уже 92-я Минута Заканчивается Арбитр Показывает Что он Смотрит На секундомер И Все Спартак Сегодня Очень хорошо Провел Матч Напомню Что мячи Завели у Спартака Тихонов И Оленичев У Баварии Нерлингер И Куфор Ничья 2-2 И обе команды Поздравляют Друг друга Ну что же И мы поздравим Спартак С хорошей игрой Спартак Завоевал Второе очко И две игры Еще у Спартака С киевскими Динамовцы В этом году И с Пари ПС Парисом Жерменом На этом Мы заканчиваем Нашу трансляцию Из Мюнхена Она была организована Студией спортивных программ Комментатор Владимир Перетурин Я вам желаю Всего доброго Будьте здоровы И не забудьте В 0.30 Наша футбольная Программа О других матчах Лиги Чемпионов Субтитры Субтитры